сегодня хочу снять видео о эффективности защиты от клещей весенний период как мы знаем что во время охоты как раз на это время приходится пик активности клеща и вот в частности сейчас я покажу как выглядит клещ как раз вот тут один ползет из 8 или скопки там за сегодня вот и покажу эффективный способ защиты от клеща сейчас я вот близко приближу поснимай со сам клещ чтоб там нормально было чтоб понятно было как вообще этот клещ выглядит резко да сейчас видно конечно она все то есть сейчас мы возьмем этого клеща я покажу сначала как его нужно уничтожать то есть но самое эффективно это его просто положить куда-нибудь то есть и прижечь сейчас вот я его возьму просто кину в костер на те а да вот самое эффективное зажигалку то есть на ножек примеру сдует садим его вот на ножек садим да и то есть самое эффективное это просто его то есть вот подпалили и все он никуда уже не денется все это готовый клещ то есть вот это вот так вот нужно его уничтожать держи сейчас я покажу эффективную защиту я сейчас как раз голый то есть покажу как нужно одеваться для того чтобы защитить себя максимально от клеща ну ты меня издалека снимаешь по пояс это был шестой клещ снятый за час моего тела то есть самое эффективное это легкое термобелье сейчас я покажу как это все делается то есть легкое термобелье это естественно сама рубашка обитают они на траве на кустах прыгают на ноги и на руки когда хватаешься за них лечь да он где-то на высоте до полуметра на траве на мелких кустиках сейчас я одеваю термобелье вот получается самое главное чтобы рубашка тельняшка она была запрятана в кальсоны то есть клещ когда бежит по верху он туда уже не залезет то есть он будет лезть дальше на шее ты его всегда почувствуешь когда на шее ползет что-то лезет это клещ или там кого-то попросить посмотреть дальше чтобы он в ноги не залез это обычные можно обычные носки можно термо носки но обязательно они сверху термобелья вот таким образом чтобы он опять же сюда не залез сюда не залез вот то есть сейчас мы скажем так защищены от клеща достаточно эффективно сейчас дальше я покажу как еще максимально эффективно защитить себя от клеща если не хотелось бы вас отвлекать мне кажется вы задом наперёд что надели а бирка у тебя почему сзади тогда а где она должна быть спереди что дальше я брюки сейчас не буду одевать просто покажу что еще эффективно действует под клеща то есть сапоги обычная забродные бродник так называемый обязательно в раскатанном состоянии когда ходишь по такой по лесистой по траве или еще где-то то есть обязательно вот на эти нашли очки сюда поясу их прицепить то есть вот в таком виде клещ вот к этой штуке очень редко зацепляется то есть он просто соскальзывает а сам клещ прилипает он на высокой траве лапки так растопырив сидит и то есть когда мимо проходишь он просто зацепляется все у него зацепки есть то есть если вот так вот и ходишь это достаточно эффективно дальше если ты одеваешь любую курточку которая у вас есть то есть они также является эффективной защитой от клещей то есть если есть манжетки обязательно эти маншетки полностью так вот то есть чтобы не было прослойки то есть он опять же если бежит на руке ты его почувствуешь и туда он не залезет то есть эти манжетки затянул и опять эффективно это капюшон то есть если капюшон вот так вот то он соответственно некуда ему залезать дальше где его искать походил по лесу снимаешь курточку эту самое распространенное место где он есть это опять же под капюшоном потому что он туда лезет и здесь застревает то есть посмотрел под капюшоном везде одежду сам просмотрелся попросил товарища за ушами еще где-то просмотрели то есть если все чисто значит все чисто если нет он как правило вот еще не одет это ремень то есть где пояс где ремень то есть вот под ремнем также могут быть клещи то есть вот в этот период весенней охоты сразу же как спадает снег максимальная плотность клеща будьте обязательно аккуратны и вот соблюдайте такие меры предосторожности и вот скажем так за сегодня сколько мы 6 клещей нашли до 6 только я себя станут я одного и за все время не знаю штук 20 клещей то есть мы просто их сняли все то есть присасывание никаких не было в том году ну было все пару клещей то есть в этом году видим активность очень большая клеща то есть при соблюдении элементарных норм вот сама лучше это термобелье и бродни то есть друг друга все запрятано обязательно все плотно никаких рубах которые плотно они туда очень легко залезать то есть обязательно все должно с манжетами курточка то есть это все эффективно действует против клеща вот принципе все по природе своей клещ как природы запрограммировано что он ползет всегда вверх да да вот он вот вниз он не ползет под капюшоном вот очень часто домой приходите обязательно одежду присматривайте дата его отдельно где нет доступа вот принципе все спасибо за внимание